11 глава тоже часть этой секции, это фактически вставка, которую Павел делает, которая состоит из трех глав, 9, 10 и 11. И всю эту вставку можно определить одним вопросом, а что же теперь с израильским народом? Ну и оно вполне логично, вот это послание к римлянам, оно очень логическое, такое разумное построение. И логика такая, если всем спасение, если теперь нет различия между Иудеем и Эллином, если всем по благодати, то тогда зачем все это было с израильским народом? И, наверное, какое продолжение всей этой истории с этим народом? 11 глава, поэтому начинается с такого вопроса. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? И апостол Павел задает этот вопрос воображаемому собеседнику, а вернее думает, что его собеседник задает ему этот вопрос. Почему отверг? Потому что израильтяне отвергают массово мессию. Помните, куда бы ни пришли апостолы, в книге деяний, везде они сперва идут в синагогу, и там отвержение Иисуса Христа, и они идут к язычникам. И, несмотря на то, что первая церковь в основном состояла из евреев, это состояние продлилось недолго. И сегодня мы видим обратное состояние, то, что церковь процентов на 95-99 состоит из других народов, и есть горстка евреев. Они обращаются к Богу, но не так много. Итак, Павел спрашивает, неужели же Бог, получается, отверг свой народ? И звучит еще одно «никак». Мы уже встречались в этом послании неоднократно с вот этим словом «никак». Помните, например, ну что же нам теперь грешить, раз увеличилась благодать? Никак, ни в коем случае. И несколько раз это слово повторяется на протяжении этого послания. Это такой риторический прием апостола Павла. Он говорит «ни в коем случае». Почему? Говорит он. Почему? Он говорит «посмотрите на меня, ибо я тоже израильтянин от семени Авраамова, от колена Вениаминова». Помните, когда-то в послании филиппийцам он перечисляет вообще свою подноготную и свою родословную. Он скажет «я из колена Вениаминова, я еврей из евреев, я фарисей из фарисеев. Если, говорит, кто-то и другой может надеяться на плоть, то уж точно я. Я обрезан в восьмой день и так далее». Он перечисляет там очень подробно, а здесь просто упоминает, что «посмотрите, я ведь тоже еврей, я был ревностным». Но, дальше, второй стих говорит в нашем тексте «не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Или «не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря». И дальше, в следующем стихе, мы вспомним, что же говорил Илия. Но пока что, смотрите, что здесь говорит Павел. Он говорит «не отверг он того народа, который он наперед знал». И создается впечатление, что автор этого послания, апостол Павел, говорит, что «ну наперед знал, значит, он предузнал этот народ». Здесь больше вот эта фраза имеет такое значение «с тем народом, с каким он имел особые взаимоотношения». «Наперед знать», вот в данном случае, это значит, отношения, исполненные особого значения, иметь. То есть, он заключил с этим народом особый завет. И если это так, то этот завет, несмотря на то, что сам народ этот сегодня находится в отступлении в массовом, тем не менее, этот завет не был перечеркнут Богом, не был забыт Богом. В книге пророка Амоса, в третьей главе, в втором стихе мы находим такие слова. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу я с вас за все беззакония ваши». То есть, вы избраны мною, говорит Господь, и я с вами построил особые отношения. И вот именно на этом основании, на этом основании здесь говорится о том, что я наперед знал этот народ. Я не собираюсь от него отступаться. И дальше Павел приводит слова Илии, тогда, когда Илия, вы помните, он впадает в уныние после того, как сначала Великая Победа на горе Кормил, множество пророков Вааловых повержены. Народ восклицает, Господь есть Бог, после великого чуда, которое Господь произвел. Тем не менее, Иезавель посылает ему сказать, что она ищет его души, и с ним будет то же самое, что со всеми этими пророками. Он бежит дальше и бежит и скрывается из-за своего уныния. Господь ему говорит, что ты делаешь, что ты здесь, Илия? Илья отвечает, и здесь цитата из 19 главы Третьей книги Царств. «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили. Остался я один, и моей души ищут». Так тогда жаловался Илья. И Павел здесь строит этот аргумент. Он говорит, и сегодня можно было бы сказать, так я один остался вообще. Каждый израильтянин, который приходит сегодня к Богу, может себя так почувствовать. Потому что, если вся семья против, если все вокруг против, если ты не знаешь ни одного христианина или мессианского еврея, и ты сам приходишь вот к Иисусу Христу, принимаешь Его как своего мессию и своего Господа, тебе бывает очень трудно, ты бываешь исключен полностью из своего общения. И у тебя могут возникнуть такие же чувства, как когда-то были у Илии. «Да я вообще один остался, я, наверное, один только такой верующий еврей». Четвертый стих. «Ну что же говорит ему божеский ответ? Как же ему Господь отвечает? Я соблю себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Это 18 стих 19 главы Третьей книги Царств. То есть Божий ответ такой был. «Ты не знаешь, Илья, что у меня есть еще, кроме тебя, семь тысяч человек. Твое уныние тебя ослепляет, ты не видишь, потому что это закрыто от тебя. На самом деле у меня много людей среди этого народа». И то же самое Господь говорит и сегодня. «У меня много людей среди этого народа». Потому что в 5 стихе говорится, «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Друзья, в церкви всегда были верующие евреи. То есть по благодати, как здесь сказано, это значит не по закону. То есть через благодать Господню каждый человек, то ли он еврей, то ли язычник, мог спастись. И несмотря на то, что сегодня церковь, подавляющее большинство, это язычники, тем не менее, всегда мы найдем и в истории церкви, всегда были обращавшиеся к Господу евреи. По-разному складывалась история. Были и насильные обращения, мы не об этом говорим. Были различные принуждения, крещения по принуждению, речь не об этом. Речь об искренних обращениях по благодати. И они, конечно же, делали это по благодати, не посредством закона. Потому что 6 стих говорит, но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не было бы уже благодатью. А если по делам, то уже не по благодати, иначе дело не есть уже дело. Павел опять подчеркивает, что есть разница между этими двумя принципами, потому что израильтяне хотели спастись по делам, хотели спастись благодаря своему происхождению и исполнению закона. И, говорит здесь Павел, израильтяне есть, но он уточняет, какие израильтяне. Не те, которые по закону, не то, что там самые праведные, исполняющие закон лучшим образом. Нет, те, которые приняли вот этот принцип благодати, вот те израильтяне как раз и спасутся. Что же, говорит он в 7 стихе, Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Вот здесь некая ирония звучит. Те, кто искали того, что хотели, не получили, то есть те, кто старались, натужились, можно сказать, больше всего для того, чтобы получить праведность по закону, ну, например, такие как фарисеи, ессеи, подобные движения и секты в иудаизме, которые ставили на первое место исполнение закона, и они хвалились своей праведностью, выставляли ее на показ, помните, Иисус их даже в этом обличал, а они не получили того, чего искали, то есть спасение и искупление. И ирония заключается в том, что это спасение получили те, кто как раз его не искали. Меня нашли, не искавшие меня, говорит Христос. Или он в другом месте говорит, посмотрите, мытари, грешницы первыми идут в Царство Небесное. А вот эти люди, которые должны были бы получить, и, казалось бы, так близко были к Богу, они не только не получили, но, этот стих говорит, они даже ожесточились, в них произошло ожесточение. Почему оно произошло, говорит 8 стих. 8 стих говорит, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. Павел здесь цитирует из Ветхого Завета. Вот весь этот отрывок, так как он об Израиле, он пересыпан просто цитатами из Ветхого Завета. В данном случае, это цитата из 29 главы Второзакония вместе с 29 главой книги пророка Исаии. И он говорит о том, что на Израиль как будто бы напала духовная вялость, слепота, глухота. Они смотрят и не видят. Вот бывает, человек в таком состоянии находится, и он полудрема у него такая, или он чем-то затуманен, может быть, что-то он выпил, вот, может быть, какое-то вещество повлияло на его состояние. Он смотрит и не может понять, кто перед ним стоит, или что ему дают, или что ему читают. Он не понимает. Вот такое подобное состояние находится у израильтян. Это состояние еще можно так перевести, как одурманивание, или даже, извините за такое выражение, отупение. Но вот это все входит сюда, в это понятие. Павел продолжает эту мысль, и в 9 стихе он цитирует из Псалтирии, это будет Псалом 68. Он еще процитирует для подтверждения этой мысли в 9 и 10 стихах. Давид говорит, да будет трапеза их сетью. Что это имеется в виду? Трапеза – это нечто хорошее, приготовленное для нас, вкусная пища. То, что должно служить благословением, вдруг оно сетью. То есть, вот представьте, мы с вами что-то кушаем, и вдруг это входит в нашу внутренность, и потом производит в нас какое-то нехорошее действие. Оно вкусно на вкус, но потом оно нас отравляет. И вот здесь некая подобная мысль. То, что должно было для них быть благословением, вдруг для них стало сетью, тенетами и петлею в возмездии им. Стих 10. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Удивительно, здесь мне вспоминаются те места, когда Иисус говорил о том, что Он Сын Божий. Иудеи ждали Его всю жизнь, надеялись, что Он придет, вот Он перед ними. И здесь они не хотят Его принимать, и не хотят именно потому, вот по той причине, о которой мы здесь читаем. Он не соответствовал их представлениям, и они смотрят на Него, но не видят, и не хотят замечать того, кем Он по-настоящему является. И тут вспоминается также озлобление, которое неоднократно проявлялось тогда, когда Иудеям, а уже было сказано, что им больше всех, наверное, было Евангелие проповедано. Но вот после того, каким это все было проповедано, потом, когда они отвергали, то апостолы неоднократно говорили, а теперь мы идем к язычникам. И иудеи поднимали пыль, они поднимали шум, они поднимали преследование против Павла и его спутников. Им не нравилось это. 11 стих. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Вопрос этот можно передать так. То есть, сейчас иудеи отступили, они не приняли Мессию, это значит, что они не получают спасения. Это навсегда или нет? Навсегда ли это состояние, или оно временное? Вот так можно передать этот вопрос. И посмотрите, ответ Павла опять – никак. То есть, нет, это временное состояние. Они не навсегда отпали от Бога, но от их падения спасение язычников, чтобы возбудить в них ревность. Здесь передаются причины, почему это произошло. Он говорит, их падением нужно рассматривать не как полное падение навсегда, но как преткновение на определенное время. Причем у этого падения или у этого преткновения есть причины. Зачем это произошло? Это произошло для двух причин. Во-первых, для спасения язычников, для того, чтобы язычники имели возможность прийти, и сейчас он будет развивать эту мысль. И дальше для того, чтобы в самих израильтянах возбудить ревность. Возбудить ревность. Это тоже интересная мысль. О язычниках там будет написано еще, а вот о возбудить ревность давайте подумаем. В книге Второзакония, в 32 главе было сказано так, 32 глава, стих 21 Второзакония. «Они раздражили меня не Богом, суетными словами огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». Господь как будто бы говорит, это он говорит тем, которые по пустыне ходили, видели его чудеса, и раздражали Господа, тем, что они поклонялись кому? Идолам, не Богу. «Вы раздражали меня», говорит он, тому, что вы, тем, что вы поклонялись не мне, истинному Богу, «вы раздражали меня тем, что поклонялись идолам». Ну что ж, и я тоже буду вас раздражать. И вот чем вы думаете, что вы самые любимые у меня, а я покажу вам другие народы, которые придут и пойдут, и возьмут ваше место. И Христос, когда Он пришел, Он говорит, знайте, что придут и от Востока, и от Запада, многие придут в Царство Небесное. И вот там они возлягут, и там они будут вместе с Авраамом и вместе с патриархами другими также. И вот это тоже их очень сильно раздражало. Вот это и есть та самая ревность, которую лучше даже перевести как «зависть». Зависть, знаете, как это так? На наше место оно нам уготовано, и кто-то здесь приходит. То есть хотя бы так, хотя бы вот через эту зависть, через эту ревность, хотя бы таким образом они могли бы спасти некоторых людей. Стих 12. «Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычников, то тем более полнота их». Что здесь имеется в виду? Ну, их падение – это падение иудеев на сегодняшний день. То, что они отпали, дает возможность язычникам прийти к Богу. То есть это для нас богатство. Мы, если мы язычники, если мы не иудейских корней, получили возможность стать христианами. Как это произошло? Иудейство было, ну, говоря такими терминами, религиоведческими, научными, оно было племенной религией. Религией одного народа. Иудейство было религией одного народа. Всего несколько миллионов человек, ну, каких-то, если они вообще там были, они верили в истинного живого Бога. Пришел Христос, и это становится верой всемирной. Всемирной, всемирной распространяется весть по всему миру. Но иудейство, иудаизм, вернее, уже теперь, да, уже остается опять-таки вот этим, вот этой религией всего лишь одного народа. Но, тем не менее, христианство вышло из иудейства. Поэтому их падение стало богатством миру. Это дерево христианства выросло из иудейства, благословило действительно весь мир, и язычники стали принимать Иисуса Христа. Дело в том, что религии раньше, они были в основном такими, что распространялись на некие определенные народы. То есть, было такое понятие, что если ты из этого народа, ну, ты веришь в определенных богов. Если ты из другого народа, помните, как в книге Руфь, возвратись к своему народу и к своим богам. Такое было понятие вот любого древнего человека. Пришел Христос, и он это изменил, будучи евреем, кстати, да, будучи богочеловеком, но из евреев он пришел. И он изменяет это понятие как? Что теперь ты можешь быть из любого народа. Есть единый истинный Бог. И несмотря на то, иудей ты или неудей, вот приходи к нему, он тебя спасет. Вот это революционная весть, которую пришел и принес к нам наш спаситель Иисус Христос. Но эта весть не понравилась иудеям, потому что они-то думали, что это благословение только для них. А тут пришел некто, кто считает себя Сыном Божьим, но говорит не так, чтобы им это нравилось. И поэтому произошло расстройство. Они разбежались по разным путям. И вот получается теперь, вот такой принцип, о котором здесь говорит Павел, их оскудение – это богатство язычникам. То есть то, что Христос, Христа отвергли евреи, это их не обогатило, напротив, они обеднели. Но Христос обогатил язычников, которые приняли Его. И если это так, говорит Павел, то тем более полнота их. То есть если представить себе, что иудеи обратятся к Богу, вот представьте себе, какое тогда это будет благословение. И в конце концов, и мы прочитаем об этом в конце этой главы, в 25-26 стихах, весь Израиль спасется. То есть это благословение обязательно придет. 13 стих. И здесь обращение к язычникам. Если мы пришли из язычников, то значит и к нам тоже. Здесь говорится, вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение свое. Прославляю – это означает, я очень высоко ценю, я имею большую привилегию. Кстати, это хороший принцип тоже. У каждого из нас, надеюсь, есть некое служение, и мы его очень любим и прославляем. То есть мы действительно считаем, что это служение ценно, иначе бы им мы не занимались. И как человеку найти вообще свое служение? Найди то, где ты действительно чувствуешь, что ты прикипел сердцем, тебе нравится это делать, ты видишь в этом смысл. Как вот здесь вот Павел, он говорит, я апостол язычников, я хочу, чтобы они пришли к Богу, я прославляю служение свое. Но в то же время он вот об этом говорит здесь, в контексте того, чтобы иудеи тоже пришли к Богу. Ведь он сам иудей, а проповедует язычникам. Поэтому 14 стих говорит так, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них. Я говорю, я-то язычникам проповедую, но вдруг, проповедуя язычникам, кто-то из моих родных иудеев по плоти евреев, моих родственников по плоти евреев, посмотрит на это и скажет, слушай, распространяется весть о нашем Мессии, многие уверуют, многие приходят, а как же мы? А неужели это нас не касается? А почему мы находимся в стороне? Я, кстати, встречался с теми, кто не принял Иисуса Христа из иудеев, но тем не менее отмечают, они говорят прямо, что удивительно, мы не можем отрицать, говорят они, мы не можем отрицать, что благодаря Иисусу Христу, благодаря Ему, еврейские ценности, ну так они их оценивают и описывают, стали доступны всему миру. Ведь сегодня мы живем фактически по иудео-христианским ценностям, хоть в мире, который хочет их отрицать, но тем не менее, эта основа, она остается. То есть, независимо от того, хотели евреи это или нет, но христиане стали популяризировать те ценности, корнем которых было еврейство, которое вышло из иудаизма первоначального, из Ветхого Завета. Вот здесь мысль такая, а не возбудится ли ревность в евреях? 15 стих. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Павел говорит, представить себе, если и язычники, и иудеи уверовали бы, это вообще было бы великолепное чудо, как будто бы воскресение из мертвых. И, кстати, этот стих еще раз доказывает, что происшедшее произошло на время, что вот этому отвержению будет конец. 16 стих. «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». Здесь интересная мысль, и она заключается вот в чем. Павел, конечно, беседует здесь с язычниками, мы видели это в 13 стихе, и его воображаемый слушатель, ну, например, мы с вами, мы с вами сегодня можем сидеть здесь и думать, Павел, подожди, ну, понятно, ты еврей, ты хвалишь свой народ, но посмотри, сколько они тебя гнали, посмотри, сколько они сделали зла, особенно на первых порах становления церкви. Вот если бы им только власть дали, так они бы вообще и всех христиан-то перебили бы. Ну, неужели их можно было бы назвать, хотя евреи тоже много пострадали, это никто не отрицает, но вот если бы они имели эту власть, то они вообще не допустили бы, мы видим это по первым годам христианства, по поведению Синедриона, по всему тому, что происходило в Иерусалиме, вспомните гонения, которые описываются хотя бы в 8 главе Деяния апостолов. Если бы им дать власть, так они бы истерли христианство с лица земли. Но Павел здесь напоминает, он говорит, вы знаете, вспомните, с чего все это началось, вспомните основу. Если начаток этого движения еврейства, если он свят, то все остальное тоже движение свято. Да, есть там отдельные моменты, есть те ветви, которые не туда пошли, знаете, вот, есть те вещи, которые нужно исправлять, есть те люди, которые пошли не в ту сторону. А вот этот принцип и то, что здесь цитирует Павел, это тоже из Ветхого Завета. В Ветхом Завете, например, в книге Чисел, в 15 главе, в 20 стихе, мы читаем о том, что нужно было приносить жертву от начатков своих плодов. Тогда, когда были первые плоды, нужно было приносить в храм эту жертву для того, чтобы поблагодарить Господа. И вот этот начаток плодов, он был святым, ну, например, пеклась лепешка из этих плодов. И это означало, что все остальные плоды тоже, они хорошие, они от Господа, и они представляют, как будто бы все остальные. Числа 15-20. От начатков теста вашего возносите лепешку в возношение. Вот имеется в виду, Павел говорит, теперь перенесите это на весь Израиль. Если вы сегодня смотрите на евреев, и вы судите их по их неверию, по их действиям, вспомните Авраама, вспомните Исаака, вспомните Иакова, ведь многие не отвергли Мессию и сегодня. А с чего все это начиналось? Это наши отцы, с вами тоже отцы нашей веры. Мы не можем их отвергнуть. Они были из евреев, а спасение от иудеев, а наш Господь Иисус тоже выходец из иудеев, и поэтому мы ничего не можем сказать против иудеев. 17 стих. Если же некоторые из ветвей и отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их, это опять обращение к язычникам, и стал общником корня и сока маслины, то, 18 стих, не превозносись перед ветвями, мы привитые маслины. Если мы не евреи по нашей крови, то значит мы привитые маслины. Это истина, которую немножко трудно принять. А что же такое маслина? Может быть, это церковь? Маслина, скорее, это общий народ Божий, или лучше сказать, маслина – это семья Божья. Маслина – это Божья семья. И вот оригинальная Божья семья – это был Авраам, это был Исаак, это был Иаков и еврейский народ, который был избран Богом. А мы, язычники, говорит здесь Павел, были привиты, и поэтому он очень красочно здесь это передает, для того, чтобы сказать, не гордись, не превозносись, потому что если ты язычник, и ты что-то плохо думаешь об иудеях, и ты видишь, как они сегодня не принимают Христа, и как-то вот ты на них искосо смотришь, то бойся, будь осторожен. Если же превозносишься, читаем мы в 18 стихе, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. А как можно превозноситься? Знаете, мы уже сказали, что в первых веках христианство, вначале евреи составляли большинство, но потом очень быстро христианство стало распространяться, и уже тогда, когда Константин объявляет христианство разрешенной религией, и почти обращается, он официально не обратился, только в конце жизни принял крещение, и то можно ставить под сомнение его обращение, но тем не менее, проходят церковные соборы, и Константин там находится, и вот записаны одни из слов Константина, он говорит, раз эти евреи, они отвергли Христа, то у нас не должно быть никаких связей с ними. И поначалу были связи, например, Пасха праздновалась четко во время Иудейской Пасхи, ну, то есть Иудейская Пасха, и затем вот воскресенье после нее, и потом все это было пересмотрено, как и другие различные связи, они просто разрывались, и все меньше, и меньше было этих связей. Во время реформации, тогда, когда Мартин Лютер стал проповедовать уже более чистое Евангелие и Слово Божье, он тоже увидел, потому что, когда читаешь Библию, невозможно этого не увидеть, что Библия-то в основном о евреях, и он думает, а как же мы теперь в церкви без евреев? И он решил приобрести евреев для Христа, и он решил проповедовать евреям, и поначалу у него была эта ревность, чтобы приобрести их для Христа, и он думал, если я только им расскажу, что это ведь Христос тоже еврей, как только они об этом услышат, они сразу обратятся. Но эта надежда не оправдалась, возможно, потому что нужно было быть более терпеливым, более молиться об этом. Он думал, как только он это сделает, они сразу обратятся. Но они сразу не обратились, и вы знаете, его ревность из этой положительной стороны обратилась сразу в отрицательную. Есть такое выражение от любви до ненависти, что один шаг, да? И вот он в другую сторону стал. И таким антисемитом стал, что есть такие вещи, которые он написал, что страшно даже и читать. Но, тем не менее, Писание стоит и никуда не делась. Авраам остается отцом всех верующих. 19 стих говорит, скажешь, в ветви отломились, чтобы мне привиться. Ну, то есть, воображаемый собеседник, он все еще спорит, вот так надменно немножко с Павлом, говорит, да, они отломились, но это чтобы я, я, язычник здесь, вот теперь привился. Но так ли это действительно? Вернее, все ли это правда? Павел отвечает в 20 стихе. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Иными словами, почему они отломились? Они отломились, потому что Бог справедлив. И Он, именно из-за неверия израильтян, ну и также потому, что это совпадало с Его планом, вот поэтому они отломились. А ты что? Если ты гордишься, неужели твой грех гордыни лучше, чем грех неверия? Те за неверие отпали, а ты за свою гордыню можешь отпасть. Поэтому будь осторожен. Вот это слово бойся, оно здесь именно в этом значении употреблено, потому что ты тоже из-за своей легкомысленности, из-за своей горделивости, ну даже я бы сказал, из-за такого легкомысленного отношения к Израилю, пренебрежением Божьими обетованиями, обетованиями, Божьим народом, Божьим словом, ты можешь из-за этого пострадать. 21 стих. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя, если Он к своему народу так относится, то есть Он на время даровал возможность язычникам прийти к себе и на время как бы отстранил свой народ. А ты уж тем более здесь гость, а ты уже чувствуешь себя хозяином, да? Поэтому будь осторожен, ни в коем случае не думай плохо и о евреях, молись о них постоянно. Те обетования, которые мы читаем в Священном Писании, которые были даны еще Аврааму, они действенны до сих пор. Помните, Аврааму еще было сказано, кто тебя проклянет, будет проклят. Кто тебя благословит, получит также благословение. Итак, 22 стих. «Видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен». Павел здесь направляет своих читателей и нас в том числе на Божий характер. Посмотрите, говорит он, чудесный Божий план. «Мудрость Божья видна, благость Божья видна, и строгость Божья тоже видна». 23 стих. «Но и те, если не пребудут в неверии, они привьются, потому что Бог силен опять привить их». Здесь Павел говорит о том, что это решение Божье не навсегда. Если человек сам приходит ко Христу, еврей он или язычник уверует во Христа на тех же самых условиях, он привьется, он будет частью этой маслины. И если весь народ обратится, если все евреи вдруг решат, да, мы хотим быть последователями Иисуса, ну неужели Бог их не примет? «Конечно, Бог силен их восстановить и привить». Стих 24. «Или если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Дикая маслина – это мы, дикая ветвь. Хотя обычно происходит как? Есть дикая маслина, а к ней прививают природную. И вот он говорит, «то тем более, если они как природные восстановятся, этот процесс пойдет быстро и естественным образом». То есть к этой духовной семье Авраама они привьются еще быстрее. Я думаю, здесь уместен такой пример, который я хочу привести. Вот помните, может быть, кто-то ездил на поездах тоже. Иногда бывает такое, что поезд останавливается, и говорят, мы сейчас подождем, и ты ждешь, и думаешь, что же там мы ждем, и уже опаздываем по расписанию. И опаздываем, ждем того, что пропускаем поезд. Пропускаем там какой-то товарный поезд, может быть, проходит или что-то еще. Так, как будто бы и евреям Господь говорит, «Вы подождите, подождите, сейчас не вы входите в царство, у меня есть определенный план, и есть определенное число язычников, которые должны войти в это царство, и давайте их пропустим туда». А потом и вы тоже, вы тоже пройдете туда. 25 стих, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей». Вот она, тайна, которая приоткрывается. Кстати, тайна в библейском языке – это не означает что-то неизвестное или непонятное. Тайна – это значит что-то, что ранее было неведомо, а теперь открылось. Ранее это было неизвестно, этот Божий план не был известен пророкам, он не был известен людям из Ветхого Завета, но теперь он открылся для нас. Вот это является Божьей тайной. Причем, Павел говорит, «Чтобы вы не мечтали о себе». То есть, чтобы не думали о себе больше, не имели большого мнения о себе. «Чтобы вы не мечтали о себе, ибо ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». У Бога есть план, у Бога есть полное число язычников, и вот даже есть такая песня христианская, «Где же тот последний язычник?» Почему мы занимаемся миссионерством? Потому что мы не знаем, где этот последний язычник. Почему Евангелие должно быть проповедано повсеместно, пока не придет Христос? Потому что только Господь знает это число язычников, только Господь знает, где находится этот последний язычник. Вот это такая вот интересная тайна Божья. Но посмотрите, в этом стихе, в 25-м, еще раз эти две истины подчеркнуты. Первое, до времени, до времени это произошло. Это важно, потому что есть те люди, которые говорят, послушайте, Израиль, с ним уже все, Господь закончил, все обетования Израиля перешли на церковь. Нет, говорит апостол Павел, не так. До времени, отчасти до времени и отчасти. То есть только некоторые израильтяне отпали, и затем обязательно привьются. 26-й стих говорит, «И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратить нечестие от Иакова». Когда-то произойдет это. И здесь он цитирует из пророка Исаии, вот эту цитату говорит о том, что придет Избавитель, придет Мессия, они увидят того, кого пронзили. Когда это произойдет? Мы не знаем точно, но мы предполагаем, что в конце Великой Скорби, тогда, когда они, скорее всего, во время Великой Скорби примут сперва Антихриста, как истинного Мессию, а потом в этом разочаруются и будут взывать к Богу, увидя свою ошибку. Настоящий Мессия, то есть Христос, придет. Он придет с сонмами святых, освободит свой народ. И вот в данном случае, кстати, слово «спасется» скорее означает, вот это ветхозаветное «избавит», получит избавление. Весь Израиль получит избавление. Весь Израиль освободится. Христос, Мессия, принесет им спасение и освобождение тогда, когда Он придет. Они увидят Его, и они осознают свою ошибку, и они восплачут все. Помните, так тоже говорят пророки. Придет это время. Означает ли это, что каждый израильтянин, который будет жить во время Второго пришествия, уверует? Возможно, но трудно ответить на этот вопрос, ведь каждый будет принимать собственное решение. Но то, что будет вот такое всенародное покаяние, и что Писание намекает, намекает на то, что, скорее всего, так и будет, это очевидно. 27 стих. «И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Это продолжение цитаты из Исаии, поэтому я буду читать дальше 28 стих. «В отношении к благовестию они враги ради вас». Вот здесь Павел вот это разграничение проводит. Он говорит, если говорить по Евангелию, да, действительно, они не принимают Евангелие, и они враги, они не хотят этого принимать. «А в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов». Именно поэтому нам так трудно бывает с израильтянами, с евреями, нам трудно определить наши отношения с ними. У нас тоже есть те верующие, которые не могут понять, как же так, что это за Божий народ, когда они так отзываются о Христе, отзываются о Мессии. И здесь вот Павел как раз эту сложную проблему, он ее описывает. Говорит, с одной стороны, да, в отношении Евангелия они враги, прямым текстом говорит, но в отношении избрания, Бог их избрал, и Божье избрание, дальше говорится здесь, оно не приложно. Я хочу напомнить один пример из Ветхого Завета, чтобы нам было понятно. Помните, династия Давида, Господь говорит Давиду, всегда на твоем престоле будет твой потомок, я буду его благословлять. И потом мы видим там разных потомков в Иудейском царстве, далеко не праведных, тех, которые ходили разными путями. Но Господь неоднократно на страницах своего слова говорит, а я все равно благословлять буду Иудею ради Давида. Вот я Давиду пообещал, и я буду благословлять ради Давида, и этого царя тоже, хотя он, будучи его потомком, не ходит путями Давида. Вот примерно такая же ситуация и здесь. Ради Авраама, ради Исаака, ради Иакова, ради обетований, которые были даны отцам. Друзья, подумайте сами, если бы Господь лично нам явился и сказал, послушай, я тебя хочу благословить, твой дом, твои дети, до тысячного поколения, прекрасно звучит, не правда ли? Но потом мы бы узнали, что есть некоторые из наших потомков, которые, мягко говоря, ведут неправедную жизнь. Неужели мы бы им пожелали чего-то плохого? Нет, мы бы просили милости и говорили, Господь, ну да, вот ты как-то уже снизойди, посмотри и так далее. И вот здесь именно это имеется в виду, или по крайней мере так мы можем это понять. У Господа есть свое избрание, и оно непреложно. И так говорится в 29 стихе. Посмотрите, «Ибо дары и призвания Божьи непреложны». То есть то, что Господь однажды даровал, то, как Он однажды призвал этот народ, то есть Он обозначил, что этот народ будет выполнять Его цель, Он фактически создал этот народ, израильский, для своей цели, дал Ему особые дары благодати, и Господь говорит, я этого пересматривать не буду. Я в этом не буду раскаиваться, я не буду пересматривать своего плана. То, что я решил, остается, мое решение остается. Да, Израиль неоднократно от меня отступал, да, Он много мне ран душевных нанес, и мы видим, что Господь, вот это израненное сердце звучит и в пророческих книгах неоднократно. Но тем не менее, Бог от Своего Слова не отступился. 30 стих. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их». Опять же, вот этот принцип повторяется, и не буду комментировать. «Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». То есть, у Бога есть цель – помиловать всех. Помиловать всех. Почему? 32 стих. «Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать». Удивительное дело. Павел заключает вот эту секцию, он говорит, вы знаете, все согрешили, и иудеи теперь, и эллины, они все находятся в равных условиях, и в конце концов, весь этот Божий замысел очень мудрый, о котором мы бы никогда не догадались, но только Господь мог такое придумать. Весь этот Божий замысел, он материализуется благодаря тому, что Господь хочет всех помиловать. Это его окончательная цель. Дальше 33 стих. Апостол Павел, когда сам, видимо, это пишет, он восклицает, размышляя о премудрости Божьей, размышляя о его характере, размышляя о вот этой тайне Божьей, которая вдруг открылась, которая не была известна в Ветхом Завете. И он говорит, о, бездна богатства и премудрости и ведения Божья, как непостижимы судьбы его. Здесь мы остановимся и скажем, что скорее опечатка в русском тексте, потому что не судьбы, а суды его. Видите, judgments там по-английски. То есть, как суды его, иными словами, его решения, вот его решения, которые он принимает насчет народов, насчет избрания и так далее, как они неисповедимы, как они, вернее, непостижимы, и неисследимы пути его. Дальше 34 стих. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему? Иными словами, ну кому из нас вообще, вот из людей, могла прийти такая мысль, такой план чудесный, такой замысел, такую программу спасения и своего народа, и также язычников придумать. 35 стих. Ибо кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? То есть, никто не должен Богу, и он никому не должен. Извините, никто, никому Бог не должен воздавать. Кто-то скажет, вот из израильтян мог сказать, а ты мне, Господь, должен. Или кто-то из язычников может на основании своих мыслей об этом сказать. Но Павел это отрицает. Ибо все из него, стих 36, им и к нему. Ему слава вовеки. Аминь. Давайте мы помолимся и восхвалим Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok